Добрый вечер. Как слышно? Как видно? Отлично. Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня среда, 20 часов. Начало время традиционного нашего уже технико-экономического вебинара, который проводим мы для вас вдвоем с Алексеем Суходоевым. Он на дневном вебинаре сегодня был, он расскажет на эко-выставке в Челябинске. Он даже тут фотографии вам будет показывать, сразу за него анонсируя. Всегда же приятно интересные новости говорить с консулом Америки, который сфотографировал со всей нашей командой. Это уж можно такую новость, наверное, сказать. Интерес, конечно, большой. Поэтому Алексей вообще все, что делает, делает очень интересно, с большим задором. И, соответственно, всегда получается очень интересный результат. И я думаю, что о ходе развития и адресного проекта в Челябинске, который движется самыми темпами вообще по логике, мы с вами еще поговорим. И Алексей более подробно вам на этот предмет расскажет. Так, друзья, кто первый раз проголосуйте, поставьте цифру 1, 2, 3. То есть это для статистики, чтобы мы понимали, сколько у нас новичков для того, чтобы отслеживать и выстраивать методику работы. Для новичков сразу пока 10 человек на вебинаре есть, почти из 390. Не так много, но все-таки, друзья, проголосовало всего 211 человек. Для того, чтобы мы понимали, как доносить информацию. И сразу говорю, что для тех, кто ходит и услышал о SkyWay первый раз, для тех, кто зашел, то у нас есть отдельные вебинары. И вторник, и четверг, смотрите по расписанию. Особенно завтра будет очень серьезный вебинар для тех, кто пришел, для тех, кто подключился к проекту, для тех, кто хочет принимать и активно развивать проект. Мы рекомендуем, конечно, внимательно это посмотреть, поизучать. Смотрите, есть на сайте все записи всех вебинаров. А мы, конечно, с Алексеем ведем уже для тех, кто в проекте, для тех, кто активно уже работает. И мы проводим эту работу с тем, как мы это называем сегодня, через призму, через очки SkyWay, для того, чтобы анализировать, для того, чтобы смотреть, как развивается проект, для того, чтобы понимать, как нам делать определенные выводы через SkyWay. Потому что без этого сегодня, друзья, невозможно понять, что мы делаем, невозможно понять, куда движется, невозможно понять те цели и задачи, которые мы ставим. Поэтому, друзья, есть определенные цели и задачи, которые мы сейчас обследуем. Значит, сегодня я хотел бы затронуть несколько тем, которые мы будем обсуждать и на которые необходимо обязательно задуматься. Одна из них очень важная и очень много сейчас задает вопросов в связи с тем, что и Андрей сейчас вот перед началом вебинара сделал такой очень эмоциональный посыл именно с точки зрения смены дисконта и фиксации сегодня венчурной премии, которая есть. И компания сейчас говорит о том, что с 8 числа меняется уклад и как раз прям в ближайшее время, наверное, даже в понедельник, насколько я знаю, будет анализ Анатолида Аши Юницкого по поводу этапов, которые пройдены, переходы на новый дисконт и почему и как это делается. Так вот, друзья, я бы хотел два слова пояснить, чтобы вы понимали этих дисконтов именно с экономической и именно с точки зрения технологического развития процесса, чтобы у вас четко было представление и вы сами не вводили в заблуждение и никого не вводили в заблуждение с точки зрения, не путать, что доходность и венчурная премия. Дело в том, что любой венчурный проект определяется степенью риска. Сегодня определить степень риска проекта Skyway невозможно, потому что не с чем сравнивать, это абсолютно уникальная технология, это абсолютно уникальное развитие и что с вами, мы с вами, друзья, уже за эти два года сделали, это абсолютно уникальное сообщество людей, которое своей энергией, своим желанием продвигает такой проект. Аналогов сравнить не с чем и соответственно вывести степень риска, степень реализуемости этого проекта сегодня не нужно. Поэтому мы сами два года назад, когда запускали проект, определяли степень того, сколько мы сегодня можем обещать или предлагать нашим партнерам венчурную премию, то есть премию, когда эти акции станут востребованы и они будут реализованы. Соответственно, исходя из того, что еще не было неконструкторского бюро, не было площадки строительной, не было полигона, была просто группа людей, которая сосредоточилась и собралась вокруг инженера Анатолия Дуаровича Юницкого, который 40 лет нарабатывал интеллектуальную собственность, который неоднократно уже показывал, демонстрировал технологию в различных системах, в различных испытательных стендах, в различных системах, которые показывали возможность этой технологии. Я подключился к проекту 15 лет назад, когда мы начали демонстрировать и строить демонстрационный стенд в озерах. Соответственно, обладая таким опытом и обладая возможностями, которые у нас были, мы стали собирать партнеров, стали собирать единомышленников для того, чтобы реализовывать этот проект. Естественно, что на тот момент, если говорить с точки зрения рискованности и с точки зрения доказательной базы, с точки зрения привлекательности для людей, которые входят, это было небо и земля по сравнению с тем, что сегодня. И я могу сказать, друзья, наверное, трудно кому-то оценить, кроме меня, наверное, еще ряда людей. Вот Алексей подключился в марте прошлого года, там Андрей Хавратов, который создал инвестиционный фонд и сегодня является основным инвестором с точки зрения коллективного привлечения и коллективной работы. Так вот, друзья, сегодня нельзя сравнивать с тем, что было полтора года, два года назад, даже год назад. И, соответственно, те премии, которые компания, которые Юницкий предлагал и предлагает за то, чтобы люди входили в проект, поддерживали проект, инвестировали в проект, они, конечно, тогда были совсем другими. То есть, Андрей сказал, что на первых наших конференциях, и я тоже инвестировал на этапы, когда я помню, что были в 2 тысячи, в 3 тысячи, потом 1 к тысяче. Еще раз, друзья, чтобы вы не путали и никого не вводили в заблуждение. Это не доходность, это не прибыльность, это премия компании, которая выплачивается человеку по мере того, как проект становится доходным, как акции начинают котироваться. Это наша цель, это задача всего проекта, вывести на свободную котировку, вывести на спрос те акции, те обязательства, которые сегодня выпускаются. Это, друзья, задача, которая именно с финансовой точки зрения ставится в проект. Это все невозможно без технической реализации. И как раз то, что мы сегодня делаем и на что работает сегодня Skyway Invest Group, это фонд прямых инвестиций, который собирает единомышленников, проводит обучение, доводит информацию и, соответственно, инвестирует в развитие технологии. Сегодня развитие технологии это Экотехнопарк, это ЗАО Струнные технологии, конструкторское бюро, которое сегодня функционирует в Минске. И это то, что мы сегодня, друзья, делаем, выпускаем, работаем. И, соответственно, по мере того, как увеличивается доказательная база, по мере того, как увеличивается количество чертежей, количество сделанной работы, как, соответственно, развивается проект, естественно, что венчурная премия снижается, потому что это многим становится очевидным. И сегодня большое количество сегодня уже и наших партнеров, и уже сотрудников компании, которые приходят, которые год назад узнали о проекте, инвестировали или кто-то не инвестировал никаких судов, просто поставили это на заметку, потом отслеживали год, что происходит. И, соответственно, сегодня уже приходят и как инвесторы, и как сотрудники компании, потому что на сегодняшний момент, друзья, это становится очевидным. И то, во что мы там верили год, полтора, два, то пять, десять, пятнадцать, а кто и сорок лет назад, сегодня это все и более и более становится очевидным фактом. И, соответственно, по мере того, как это становится очевидным, риски снижаются. И поэтому невозможно говорить о том, что год назад и сегодня это один и тот же проект, это одни и те же резки. Это абсолютно разные с точки зрения оценки, с точки зрения визуальной восприятия, с точки зрения технологических возможностей. Это, друзья, абсолютно разные проекты, и поэтому венчурные премии, они тоже разные. И дисконт – это фактически тот вклад или то вознаграждение, которое вы заслуживаете за свою решимость, за свою интуицию, ту работу, которую вы делаете, изучая материалы, поддерживая проект. Соответственно, это можно рассматривать только в таком ключе, а не в коем случае, как финансисты, которые считают кэшфлоу, беда, доходность, риск и так далее. Это абсолютно несовместимые в данном случае вещи, и это идет внутренняя мотивация компании. И, соответственно, понимаете же, что если бы стояла цель сегодня привлекать людей и как можно больше давать дисконты, то по мере развития проекта или по мере того, как идет сбор единомышленников и создается инвестпроводящая система, инвестпроводящий поток, то эти дисконты бы, наверное, только увеличивались для того, чтобы людям обещать все больше и больше и, соответственно, привлекать все больше и больше средств. Но так как это напрямую завязано с оплатой интеллектуальной собственности уставного капитала, с распределением этой уставного капитала, а она закрытая и конечная цифра, то, естественно, это не может быть бесконечно и в неограниченном количестве. Поэтому по мере того, как проект развивается, по мере того, как создается доказательная база, по мере того, как увеличивается количество участников, соответственно, снижаются риски и, соответственно, сама компания снижает дисконты, то есть уменьшает венчурные премии для тех, кто будет входить. Но, тем не менее, я могу сказать, друзья, что те дисконты, те премии, которые сегодня стоят, они, конечно, очень велики. Это для всех, для нас очень серьезный стимул для того, чтобы сегодня поддерживать проект и участвовать в проекте. Хотя я могу сказать, что большинство, с кем мы общались на конференции 25 октября и вообще с кем я нахожусь в переписке и в личном общении, для большинства, конечно, участие в проекте – это не получение вот этих сверхприбыли или там исчисляемые сотнями, тысячами процентов и так далее. Для большинства людей это, конечно, желание поддержать проект, для большинства это участие в таком грандиозном деле. И вы, наверное, все видели сейчас репортаж, который шел с конференции в Минске, который Анатолий Дуарович Юницкий проводил и делал. Потом с небольшими изменениями это произошло 25 октября уже в Москве на нашем юбилейном большом форуме. Я, конечно, абсолютно могу сказать, что утверждение, и когда Юницкий в Москве сказал, что мы создаем систему, которая спасет жизнь 150 миллионов человек за ближайшие 100 лет, и эти люди, которые не погибнут в автомобилях, под колесами машин, которые не станут инвалидами, это почти миллиарды, это, друзья, конечно, очень серьезная, очень большая миссия. И я, когда общался с людьми после конференции, то на вопрос, что для вас важнее, венчурная премия или участие в таком проекте, осознание того, что вы спасаете такое количество людей, очень многие затрудняют ответить. Поэтому, друзья, я могу сказать, что это две неотъемлемые части этого проекта, и то, что мы делаем, это очень важно, и то, что мы делаем, это значимо для каждого человека, для каждой семьи, для страны, для человечества в целом. И с другой стороны, мы создаем еще и высокоэффективный бизнес, на котором можно зарабатывать и сегодня. Это экономическая система, это система, которая поощряет тех, кто работает и привлекает в проект людей, это система, которая стимулирует развитие проекта и в то же время создает инвест-проводящую систему, которая целевым образом, то есть Skyway Business Group, это фонд целевого финансирования именно разработок Skyway. То есть и с другой стороны, это высокодоходная венчурная компания, которая рассчитана на то, что при реализации проекта, при запуске адресных проектов технологий, дивиденды будут сопоставимы с теми дисконтами, которые сегодня общаются. Поэтому, друзья, это все то, что мы развиваем, то, что мы делаем. И я могу сказать уже, все, кто был на конференциях, все, кто следят за нашим проектом, вы понимаете, что нам есть, что показать, нам есть сегодня уже, что предъявить. И, соответственно, интерес к проекту меняется с точки зрения увеличения, то есть все больше и больше количества людей приходит, все больше и больше количества поддержки оказывается на всевозможных уровнях властных структур, депутатов всевозможных уровней. Этот процесс развивается очень активно. Еще как один из примеров именно развития проекта, я могу сказать, что это все больше уже интерес профессиональных игроков, крупных инвесторов, именно крупных инвестиционных банков. То есть этот поток постепенно начинает уже, так сказать, набирать обороты. То есть в ближайшее время приезжает очень крупный французский венчурный фонд. Не буду, как сейчас Андрей говорил, говорить название. Мы обязательно об этом сделаем в репортаже. Покажем, что приезжают именно в Минск изучать компанию, изучать полигон, изучать конструкторское бюро в том плане, что может показаться, обсуждать условия взаимодействия. А это венчурный фонд, который управляет десятками миллиардов евро. Конечно, я могу сказать, что в этот первый приезд никаких, скорее всего, ни договоренностей, ни документов подписано не будет. Но, друзья, это первая ласточка, которая говорит о том, что начинают замечать, начинают смотреть. И я как раз, когда ввел предварительные переговоры, я им так в шутку говорю, друзья, в следующий раз, то есть мы с вами будем вести переговоры, по опыту я могу сказать, это 4, 5, 6 месяцев. Так вот, друзья, через 6 месяцев, когда вы увидите и второй раз приедете на полигон, вы, во-первых, увидите совсем другую картину, а во-вторых, мы с вами будем обсуждать совсем другие условия, чем могли бы обсуждать сегодня. Это, естественно, закономерный процесс. Это также с точки зрения дисконта, с точки зрения доказательности, с точки зрения риска. Но сам по себе посыл очень важный. И здесь, друзья, я говорил, сейчас говорю, и еще буду многократно это подтверждать. Никаких иллюзий на сегодняшний момент строить не надо, что придет большой дядя с толстой сумкой и полностью профинансирует. Нет, друзья. То, что мы сегодня создаем, это наш с вами, уже двухлетний для фонда, это более года работа, работа, это наша с вами большая кропотливая работа. Это наша с вами заслуга, то, что мы собрали сегодня уже сотни тысяч, то есть 220 тысяч людей, это тех, кто зарегистрированы, и почти под сотню тысяч, это тех, кто уже непосредственно прямые инвесторы. Это, друзья, наша с вами заслуга, что мы донесли эту информацию до этих людей, убедили в том, что надо участвовать в проектах, аккумулировали эти инвестиции, и на эти инвестиции сегодня ведется работа, которая является доказательной частью. Естественно, что придет время, когда это станет очевидным всем, и эти фонды, эти банки, эти инвесторы, крупные инвесторы, которые могут инвестировать десятки и сотни миллионов долларов, будут выстраиваться в очередь. Так вот, друзья, в этой работе каждый из вас сегодня принимает участие, и я сейчас уже с неким таким даже больше юмором, больше любопытством, то есть по этому фонду, то есть, конечно, мы его повезем, мы покажем, расскажем, но это больше сейчас с точки зрения опыта, то есть нам надо набираться опыта при общении с такими структурами, с таким фондом, надо смотреть их требования, которые мы шаг за шагом выполняем. Но, друзья, основную работу и основную тяжесть сегодня несем мы с вами, и поэтому основную венчурную премию, естественно, получим мы с вами. Банки и такие фонды, которые будут входить, естественно, они будут входить совсем на других условиях, и венчурные премии, там, не то что сотни, а даже десятки для них будут недосягаемы, потому что это совсем другой бизнес, это совсем другая доходность, это совсем другая логика. Но для того, чтобы эта работа стала возможным, для этого, друзья, мы с вами год неимоверными усилиями общей команды, общей работы делали то, что мы с вами сделали, продолжаем работать, и мы понимаем, что нам надо сейчас увеличивать интенсивность, потому что затраты увеличиваются, потому что нагрузка на инвестпроводящую систему увеличивается, мы все это видим, мы все это чувствуем, и здесь я могу сказать, друзья, это уже как аргумент, надо четко сегодня понимать, что такие венчурные премии и такая работа в течение полугода, это сегодня, можно сказать, уже абсолютно точно, будет закончено, и, соответственно, потом это все перейдет на другую стадию, мы с вами уже, как первая ступень работы ракеты, выполним свою задачу, естественно, что у нас будет новое направление, естественно, что у нас будут новые возможности, мы для наших партнеров, для тех, кто входит в Skyway Invest Group, в группу Transnet Group, видите, где написано, мы обменяем мир, и мы запускаем, сегодня для этих целей запущена ПО Евразия, естественно, что мы готовим новый и новый фронт работы, и нам еще, друзья, хватит чем заниматься, и, соответственно, та инвестиционная деятельность, которую мы сейчас начали, она все дальше и дальше будет развиваться, она уйдет в логику адресных проектов, она уйдет в логику создания новых производств, где мы будем предлагать участвовать, соответственно, это направление, которое сегодня границ практически не имеет, то есть есть такое понятие в макропрогнозе, это горизонт целей, когда мы ставим цели, подходим, даже не достигаем, а приближаемся к реализации этой цели, открываются новые горизонты, открываются новые возможности, и мы, соответственно, друзья, идем дальше, дальше и дальше, и это как раз та динамика, то, что мы сегодня делаем. А то, что мы сегодня уже действительно значимая сила, и то, что мы сегодня объединяем большое количество умных, здравомыслящих людей, которые могут ставить и достигать перед собой цели, говорит о том, что мы начали создавать, ну, продекларировали 25-го числа о создании общественно-политического движения Евразия, вот, сначала мы хотели зарегистрировать его сразу как политическую партию, но потом, после консультации, после работы, мы пришли к выводу, что сначала по закону мы создадим общественное движение в поддержку проекта Skyway, это проект Евразия, через этот проект Евразия мы запустим именно привлечение людей под закон о гектару земли, и слава богу, то есть я очень благодарен нашему правительству, хотя вы, наверное, редко от меня слышите похвалу в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева, Аркадия Дворковича, Игоря Шувалова, но я могу сказать, что тот закон, который они сегодня одобрили и запустили в Госдуму о гектаре земли на Дальнем Востоке, с тем, чтобы это расширить потом на Сибирь, на центральную часть, я могу сказать, что это действительно очень большая и нужная работа, и репортаж, мы выложим его в конце, позавчера прошел по вестям, о том, что сегодня 25 тысяч желающих, которые хотят получить эту землю, это ничтожно мало, потому что только через наш проект придет как минимум миллион человек, это мы четко сейчас понимаем, и только через наш проект, именно Skyway и ПО Евразия, мы действительно капитализируем эту землю, мы действительно сделаем и дадим те родовые хозяйства, которые мы говорили, и вы помните, полгода назад, когда мы начинали эту работу, и сегодня общая технологическая концепция, которая сегодня нами реализуется, она делает реальным, действительно получение каждому по гектару земли, действительно создание там родового поместья, действительно перемещение бесплатное, с большими скоростями по всей территории Евразии, и еще, что мы как раз, ну, скажем так, и обещали, и декларировали, это, друзья, то, что не только жители России, закон сейчас жестко ограничивает только жителей России, мы ставим перед собой более широкую цель, что через наше потребительское общество Евразии, мы считаем, что каждый желающий, не важно, где, в какой части света он живет, в какой стране он живет, если он поддерживает этот проект, если ему и не нужно, и он хочет участвовать, и хочет получить землю на территории Сибири и Дальнего Востока, и он поддерживает цели и задачи по Евразии, а, естественно, как составная часть России, соответственно, он может получить эту землю. Пока мы ведем такие переговоры с несколькими политическими силами, чтобы выйти с инициативой, чтобы человек, который не является гражданином России, но хочет участвовать в этом проекте, чтобы он мог подать заявку на двойное гражданство, и вместе с двойным гражданством ему еще в подарок будет даваться гектар земли, а мы в своей проекте будем показывать, что это будет самая дорогая земля на Евразийском континенте, что это будет самое перспективное направление, ну и второе, получить в личное пользование гектар угодий, на котором можно спокойно будет доехать из любой точки Евразийского континента бесплатно, и, соответственно, побывать в своем родовом поместье. Я думаю, что это будет очень многим интересным. Но мы это оставим на следующий вебинар, мы более подробно об этом поговорим на следующую среду. А сегодня я, друзья, хочу, чтобы вы четко поняли, что смена дисконтов – это не завлекаловка, потому что мы с одним экономистом очень спорили, буквально три дня назад, и он доказывал, что наша смена дисконтов – это ширма. Я говорю, ты сам себе противоречишь. Если бы эта ширма и наша задача была одурачить и привлекать людей, мы бы сегодня увеличивали дисконты, а мы сегодня планово, говорим, снижаем дисконты, потому что компания переходит на новый уровень, это новый уровень рисков, это новый уровень работы с инвестором. И второй вопрос, друзья, было бы нечестно, если бы те, кто пришел год назад, два года назад в компанию, которая только-только образовалась и только-только начала капитализировать интеллектуальную собственность, наработанную инженером Юницким. И сегодня, когда это уже развивается самым активным образом, и уже крупные банки и крупные фонды начинают интересоваться и рассматривать вопросы вхождения, чтобы это было по премии и по рискам одно и то же. Это, друзья, я считаю, будет совсем нечестно, поэтому, исходя из этой логики, исходя из того, что рискованность проекта значительно снижается по мере того, как идет работа, идет снижение дисконтов. Поэтому, друзья, понимайте суть того, что происходит, несите эту информацию и сами, соответственно, принимайте решение. Второй вопрос, это фиксация дисконтов. Это действительно очень, к нам очень многие обращались с самого начала, что люди не могут инвестировать сразу большую сумму, но, в принципе, определили, что могут каждый месяц какую-то небольшую сумму. Сейчас в чатах писали 30 долларов, 10 долларов. Я, насколько знаю, мы обсуждали на совете директоров, что мы можем, ну и предполагаем дать такое право. Я думаю, что мы буквально в эту пятницу примем решение, что минимальная планка, которая будет, она вообще будет начинаться от 5 долларов. Но необходимо понимать, что это надо делать регулярно. И самое главное, друзья, на ближайшие 3-4 месяца нам позволит это осуществлять финансовое планирование, потому что затраты очень серьезные. Надо заказывать оборудование, надо заказывать комплектующие, надо заказывать изготовление уникальных узлов на производстве. И это, естественно, без предоплаты, без финансового планирования сделать невозможно. Поэтому мы определили сегодня определенные проекты, определенные программы, под которые мы сегодня инвестируем, которые сегодня именно целевым образом, и именно под них будет фиксироваться сразу дисконт, который мы будем вам предлагать. То есть на какой стадии вы заявили, что вы в него входите, значит, соответственно, эта степень риска будет зафиксирована, и та венчурная премия, которая за этот риск полагается, и она, соответственно, будет за вами закреплена. Я считаю, это абсолютно правильный подход. Я считаю, что это очень и грамотно, и справедливо и для тех, кто ходил раньше, и для тех, кто входит сейчас, и для тех, кто, в принципе, еще готов участвовать в проекте до тех пор, пока адресные проекты не дадут объема финансирования, и, соответственно, заказы уже с точки зрения прямых инвесторов не закроют вход для венчурных инвесторов, которые сегодня рассчитывают на большие премии. Соответственно, это будет следующий этап развития, и абсолютно сегодня идет к тому, что где-то в мае-июне следующего года мы вплотную к этому подойдем, и вы будете участвовать во всех этих процессах, мы вам будем рассказывать о всех переговорах, которые мы проводим с такого рода банкирами, фондами и структурами, и поэтому вы сами будете понимать, насколько это сейчас движется. Сегодня к логике привлечения новых партнеров, к логике построения краудинвестировой системы мы добавили еще одну, и мы много с вами об этом обсуждаем, много говорим. Это логика адресных проектов. Это сегодня то, что развивается и делается, и эти адресные проекты инициировали, запускали мы с Алексеем, потом к нам включилось еще ряд уже наиболее подготовленных директоров. Сегодня на дневном вебинаре мы, пока Алексей общался с консулом Соединенных Штатов в Челябинске на экологическом форуме, мы с Армандом проводили вебинар, а он завтра улетает. Я не буду вам представлять, кто такой Арманд. Все, наверное, знаете, для новичков, посмотрите. Это один из активнейших наших директоров, руководитель лондонской компании Global Transnet UK, и сейчас еще направление легкой системы, она называется Skypark, то есть это инновационная туристическая, спортивно-развлекательная кластерная система, которую мы назвали Skypark, и она сегодня как раз наиболее активно востребована, наиболее активно продвигается с точки зрения экологии, с точки зрения туризма, с точки зрения создания новой индустрии развлечений второго уровня. И как раз Арманд завтра улетает в Ирландию, где будет на заседании правительства с премьер-министром, со всеми министрами докладывать концепцию и, соответственно, развивать адресный проект. Он нам, честно, сегодня признался на вебинаре, что довольно-таки здорово боится, довольно-таки здорово волнуется, на что мы его все поддержали, сказали, Арманд, мы в тебя верим, давай, ничего страшного, премьеры Ирландии не кусаются, они все довольно-таки воспитанные люди, а его задача – это грамотно донести информацию и, соответственно, получить результат, который нам нужен. Я вам сразу могу сказать, что я нисколько не сомневаюсь, что Арман приедет с теми решениями, которые мы сегодня ждем от правительства Ирландии, с личным поздравлением и подписью премьер-министра Ирландии. Поэтому в следующий, в среду мы обязательно его позовем, и пускай он нам расскажет, как все эти прошли переговоры. А вот теперь, друзья, насколько, тоже мы это постоянно говорим, насколько это очень важно, чтобы каждый из вас понимал. Арманд – это хороший, талантливый парень, но это латыш, который живет в Лондоне, занимался туристическим бизнесом, ну, то есть, имеется в виду, сначала машины гонял на парковку, потом стал белье разносить, потом заведующим сменой, вот, дорос в своем карьерном росте, а потом приехал на мартовскую конференцию Skyway, и сегодня он возглавляет компанию, у которой потенциально венчурная капитализация не один десяток миллиардов долларов. Он ведет переговоры с министрами, с премьер-министрами разных стран, уже Англии, Ирландии. Соответственно, сейчас есть целая программа по еще дублицированию этих проектов. И я могу сказать, что я очень рад такому развитию, мне очень нравится, как развивается и проект, и на премьере Армонда, как развивается сеть наших компаний, и особенно, когда ему задают вопрос, когда он сегодня из компании нанимает ведущих профессоров для продвижения проекта в Лондоне английских университетов, ему задают вопрос, где ты учился, какое у тебя образование, он говорит, у меня образование Skyway, учился на вебинарах, вот, соответственно, это тоже говорит о том, что ту информацию, друзья, которую мы несем, то, что мы сегодня говорим о технологических укладах, о их классификации, о новой экономической эволюции мира, о новом взаимоотношении и построении более справедливого общества. Друзья, это уникальная информация, она сегодня крайне востребована, и то, что мы сегодня с вами вместе делаем, это действительно уникально. И это тоже не может не радовать, и целая плеяда, целая, ну, скажем так, уже очень серьезная команда вот таких вот молодых, талантливых ребят, которые сегодня несут и делают технологию, идеологию и концепцию Skyway, Transnet, и, соответственно, все, что сегодня разрабатывает конструкторское бюро, и то, что 40 лет закладывал инженер Юницкий, это сегодня не может, друзья, не радовать, и это действительно второй результат нашей работы. Я в конце еще коснусь обязательно, друзья, мы не можем сегодня обойти не то, что происходит во Франции, не то, что сегодня вообще в мире происходит, когда мы снимаем очки Skyway, смотрим в реальный мир, видим нефть, которая приближается к 40, а аналитики на следующей неделе уже прогнозируют приближение к 30 долларам. Мы видим сегодня конфликтную ситуацию и противостояние в мире, которое делают. Это, друзья, нам только дает и силы, и уверенность, что Skyway это единственное правильное направление, что строй Skyway, спасай Россию, спасай, нету, нету сегодня дневного вебинара обвинения было от одной части наших, ну, скажем так, я даже не знаю, сочувствующих, не сочувствующих, а людей, которые говорят, почему у вас так много звучит лозунгов. Я, друзья, не могу сказать, что строй Skyway, спасай Россию, это сегодня лозунг или нет. Да, когда он зарождался, конечно, он был перефразирован с очень известного такого еще царская Россия, бей там определенных этих спасай Россию, вот, естественно, что мы направили это в позитив и строй Skyway, спасай Россию, это стал сначала как девиз, но, друзья, по мере того, как сегодня развивается ситуация, как сегодня идет экономическое, фактически, разрушение тех устоев, которые мы видели последние, когда мы видим то противостояние, которое есть, когда мы видим сегодня практически предколлапсовое положение на Украине, когда мы видим сегодня фактически шокирующее положение в экономике, в России, когда все улыбаются, делают вид, что ничего страшного не происходит, что в принципе все нормально, что никаких проблем у нас здесь нет, я на все это смотрю, и я, друзья, прекрасно сейчас понимаю, что строй Skyway, спасай Россию, это уже не лозунг, это уже не девиз, это уже, друзья, единственная программа действия, которая может сегодня изменить ситуацию и хоть каким-то образом смягчить то или повлиять на то, что сегодня делают вот эти вот наши руководители либерального блока, то есть фактически того правительства, которое сегодня управляет, я нисколько не скрываю своего отношения к этому правительству, к его профессиональным качествам, я абсолютно считаю, что это люди не на своем месте, и те бизнесмены, которые сегодня называют себя чиновниками, это абсолютно случайные люди, и только делением времени они сегодня занимаются распределением наших с вами активов, наших с вами доходов, наших с вами налогов, наших с вами фондов будущего состояния, благосостояния, и эта ситуация должна, друзья, как можно быстрее поменяться, и вся сейчас ситуация идет к тому, что должно появиться адекватное правительство, которое адекватно реагирует на те вызовы и на те проблемы, которые сегодня стоят. То правительство, которое сегодня Шувалова, Гварковича, Медведева, Набиульный, Силуанова, Леша Улюкаева, так сказать, я могу сказать, что это, друзья, люди занимаются не своим делом. Я нисколько этого не могу не скрывать, и как угодно к этому можно относиться, тут у меня даже были определенные звонки, что не боитесь ли вы говорить такие вещи. Друзья, а что здесь боятся, я что не могу высказать мнение по отношению к определенным чиновникам, у нас есть другие чиновники, которые профессионально занимаются своими работами. Вы помните, как мы в прошлом году с вами обсуждали и говорили о первом выступлении Сергея Шойгу, который сделал очень грамотный доклад и показал ситуацию, то, что происходит. Сергей Лавров, министр иностранных дел, то есть есть другие министры, которые действительно сегодня делают очень важную работу для страны, которые делают очень серьезные вещи, и к этой работе можно относиться с уважением. А есть такие вице-премьеры, как Аркаша Дворкович, который отвечал за транспортную стратегию России до 30-го года и которую без слез не глянешь, потому что как можно сегодня строить и прогнозировать развитие Дальнего Востока, Сибири или транспортной отрасли, не понимая, что такое Skyway. То есть это люди, которые живут в своем мире, которые занимаются распределением общественных благ для того, чтобы создавать свои доходы, и мы их сегодня должны называть чиновниками. Ну ладно, друзья, хватит про них как бы говорить, это отдельная тема, но это, друзья, тоже наше понимание, и это тоже идет через призму Skyway, потому что без понимания, что такое шестой технологический уклад, что такое действительно модернизация, а не то бла-бла-бла, о чем говорит Медведев, то есть без этого дальше развивать и управлять, фактически, я считаю, это путь в никуда. Ну ладно, друзья, на этом я свою часть сегодня закончу, я потом еще сделаю определенный анализ после выступления Алексея Суходоева, а вам сейчас передаю слово, я думаю, что Алексей нам расскажет и про экологический форум Челябинский, и про развитие адресного проекта, и вообще про ту перспективу, которую сейчас он выстраивает в том направлении, которое сегодня создается. так, я сейчас перезагружусь, потому что не показывается. Да, и звук чуть-чуть потише, потому что у тебя максимум звук стоит, может ты сам хрипеть опять. Вот, пока Алексей перегружается с компьютером у него там периодично, но это может быть конфликтовать с комнатой, то есть у меня тоже это периодически случается, вот, поэтому, друзья, я как раз сейчас по поводу, помните, что на нашем позе вебинаре, когда он произошел, сразу, шел после трагических событий, которые произошел с Аэрбасом в 321-м, что на вебинаре анализируем, то есть я вам тогда четко сказал, что, друзья, это теракт, это война, и эта война приходит на нашу территорию. Тоже, кстати, после этого наиболее активные мне там стали почему-то писать, что почему правительство говорит, что это несчастный случай, что это техника и так далее, и так далее. Я не знаю, друзья, по каким причинам две недели говорилось о том, что это теракт, есть, наверное, на это какие-то причины, я просто их не знаю, но я как именно проходящий курс авиационных катастроф, вот, как обучающийся именно в авиационном УЗИ и анализирующий такие вещи, то с точки зрения элементарного анализа того, что происходило, было понятно, что это террористический акт. И вчера директор ФСБ официально это признал, и сегодня запущена система пупой, поимки этих людей, но это, друзья, должны четко понимать, это война. И если наши горе-политики, мы тоже с вами об этом говорили, которые приветствовали, говорили, вот началась война, теперь будут высокие цены на нефть, и наша экономика чуть-чуть вздохнет, это, друзья, бред просто воспаленного воображения. Это люди, которые абсолютно не несут ответственность за свои слова. Любая война, друзья, это очень страшно, любая война, и я могу вам сказать, это не понаслышке, вот, я могу сказать, что в любой войне есть убитые и раненые с обеих сторон. И как раз то, что произошло, это демонстрация, четко показано, то, что эта война не где-то абстрактна, что где-то в компьютерной игре какие-то самолеты бомбят непонятно какую-то Сирию. Это, друзья, война в каждом городе, в каждой деревне и в Санкт-Петербург, который тоже оказался быстро втянут в эту войну. На этой неделе мы с вами выделили Францию, мы перед этим видели Египет, Бейрут. Это говорит о том, что идут очень серьезные процессы в мире, они очень сложные, все они под собой имеют экономическую основу, это именно противоречие между золотым миллиардом и оставшимся шести с половином, которым сегодня фактически запрещено развитие, которым запрещен доступ к тем благам цивилизации, которые сегодня дают. И это как раз то, что дал пятый технологический уклад, это концентрация капитала, это то, что сегодня есть. И как раз, друзья, при смене то, что сегодня происходит, то, над чем мы с вами работаем, это задача мир сделать более справедливым, более технологичным, более цивилизованным и убрать те противоречия, которые сегодня приводят вот к таким жестким противостоянию, жесткой войне, которая сегодня есть. Поэтому, помимо всего прочего, Transnet, Skyway, то, что мы сегодня с вами делаем, это, друзья, еще и очень серьезное такое экономическое развитие, которое своим скачком, своим развитием снимет те противоречия, которые сегодня есть. А Алексей у нас был сегодня еще и на экологическом форуме и, наверное, расскажет о том, что еще, наверное, Skyway решит и все экологические проблемы, которые сегодня накопила цивилизация. так? Да, Сергей Анатольевич, да, друзья, вот эти два дня мы присутствовали в качестве выставочного стенда именно Skyway Invest Group на экологическом форуме, то есть, это второй форум на базе площадки Международного центра торговли города Челябинск, на который уже нас пригласили, то есть, уже снимало достаточно много журналистов. Если транспортно-логистический форум был именно как такой прорывной именно в плане взаимоотношений с администрацией города, то этот форум я могу назвать как больше пиара. Естественно, были установлены серьезные договоренности с определенным кругом лиц и людей. Также я присутствовал, естественно, на всех кругах столах, то есть, это одна из задач выставок, выставки была именно моей задачей. И познакомился с Маркусом Митчелли, то есть, это консул США по Уральскому федеральному округу, то есть, это больше, чем 20 городов. И, соответственно, мы договорились наладить контакт после того, как будет, соответственно, продемонстрирована, просертифицирована технология для внедрения ее содействия также американцев. Может быть, американцы захотят строить именно в плане инвестиций в русских городах. Естественно, я так говорил, чтобы поддерживать этот разговор, но, по большому счету, естественно, так как наша технология впереди планеты всей, то внедрение будет намного быстрее и намного эффективнее, чем хайперу, то есть технология, которая сейчас производится в США. Да, они сейчас и сегодня наступают нам на пятки, но у нас есть все шансы вырваться вперед. Вот, пожалуйста, тоже фотография уже непосредственно с президентом, с директором выставочного комплекса и полностью ВТЦ справа находится, то есть подружились, уже сформировалась такая достаточно мощная команда челябинская и консул имел очень ограниченный промежуток времени вообще в общении и мы сумели его драгоценного времени немножко украсть и нам уделили время, соответственно, чуть позже на свой канал я выложу уже запись общения с консулом, но произошло понимание, что эта технология действительно перспективна, было, естественно, некое удивление, то есть вначале, как обычно, нас встретили в закрытой позе, но далее, соответственно, общение шло только на ладь. И друзья, также могу сказать какой-то отчет именно от работы, потому что на самом деле сейчас работы становится все больше и больше, 16 ноября мы провели очередное совещание, почему я говорю очередное, это плановое совещание с управлением Министерства транспорта и дорожного хозяйства, то есть с главой этого управления господином Филипповым, и сейчас уже есть конкретная договоренность, есть конкретное понимание в двух трассировках, то есть это по Челябинску парк Победы, парк Гагарина, город желает больше именно чтобы в парке Гагарина это все было реализовано, это именно Юнибайк, то есть вот пожалуйста видите на картинке, чтобы новички представляли, что за подвижной состав будет Юнибайк, Юнибайк появился в Skyway совершенно недавно, именно в таком широком масштабе, то есть заложен был еще давно Анатолий Эдуардовичем Юницким в голове нашего гениального генерального директора, инженера-изобретателя, генерального конструктора на группы компании Skyway и совпало именно с видением Сергея Анатольевича меня в плане вывода этой концепции в качестве именно ключевой стратегии для именно формирования точки входа в нишу. Мы с этим делом абсолютно не прогадали, более того, подтверждение этому слова также нашего уже американского коллеги, то есть консула, также на некоторых круглых столах были, знаете, такие полуусмешки, что транспорт будущего, он будет неизвестно когда, естественно, ничего напрямую не было цена, но также была установлена договоренность с очень серьезной ассоциацией оборонных промышленных комплексов Урала была заинтересованность уже высказана в формировании потенциальных адресных проектов по грузовому транспорту, так как я вскользь упомянул и грузовой транспорт, соответственно, такая заинтересованность появилась, очень интересная женщина. И что касается парков, то подвижной состав в виде аттракциона действительно при получении всех согласований может поехать в Челябинске уже в 2016 году. 7-8 декабря будет очень серьезная встреча и причем она могла произойти раньше, но глава именно управления транспорта и дорожного хозяйства попросил, так как он будет находиться в отпуске, перенести на чуть попозже и уже готовится служебная записка, то есть на этой неделе я дам данные соответственно на это совещание. Параллельно готовится к заму губернатора наш лоббист пойдет общаться именно по Парку Победы, это интерес именно лоббиста, так как там будет находиться выставочный комплекс, то есть где будет строиться рассудит время, но в любом случае хочется сказать, что все масштабируется именно на городской пассажирский транспорт, то есть начали обсуждение с аттракционов, с юнибайков и основное желание властей города нашего Челябинска именно сформировать городской пассажирский транспорт, то есть у нас есть действительно мощный визуализационный слайд, я когда его увидел, я узнал стандартный спальный район города, стандартного мегаполиса Российской Федерации, его можно показывать в том числе чиновникам, и с Виктором Собором мы согласовали, что также я буду для активистов показывать стратегию, как выходить на чиновников, именно на выставках, мы по всем регионам, по представительствам будем, соответственно, прорабатывать выставки, но одно могу сказать, что несмотря на то, что наша технология регулируется из экологии, здесь уже мы чувствовали себя менее комфортно, чем на транспорте и логистике, то есть я рекомендую участвовать в таких выставках, как транспорт, логистика, инновации, ноу-хау, и такие вот уже выставки, как энергетика, энергоэффективность, экология, можно там участвовать, если предлагают соответственно лояльные условия, но это будет больше сбор именно контактов, потому что люди очень сильные и очень живо, интересуются, когда просто видят на плазме вот именно наше слайд-шоу, которое Анатолий Эдуардович Ленинский позволил использовать, что использовался соответственно в свою очередь на Минской конференции после закладки нулевого километра, и это очень мощно воздействует на всех окружающих, то есть нужно пользоваться, эффект действительно колоссальный. что касается планов по Челябинску, то я думаю, что на следующей неделе, может быть, даже на этой мы успеем пообщаться с директорами парков, двух парков, так как трасса планируется и в парке Победа, и в парке Гагарина потенциально, мы уже провели первичные переговоры с проектировщиками, вот кстати слайд поставлен, замечательный пример того, что наша именно технология изменения крыш, которая получила грант про ООН недавно, 25 октября, она также имеет попытку принятия и в США, то есть это картинка с США, и соответственно наша технология естественно более эффективна, так как она является и удешевлением конструкции анкерной опоры, удешевлением потенциальной станции, здесь ну можно видеть, что везде прямо находятся зеленые насаждения, на мой взгляд это не особо удобно для жизнедеятельности человека, для офисных помещений, то есть лучше на мой взгляд опять же сугубо, чтобы анкерная опора станции были построены из струнного вакуумного стекла, естественно в идеале, то есть это технология ноу-хау, которая также запатентована Анатолием Эдуардовичем Юницким и позволит строить быстро и эффективно высотные здания очень шикарной архитектуры, это действительно настоящие серьезные девелоперские проекты, которые можно будет сравнить с Пальмой на Дубае и так далее. И что хочется сказать, что действительно лед тронулся по адресным проектам, в этом году пошло движение, я лично не ожидал полтора года назад, что пойдет такое движение, оно идет параллельно в России и в Европе, но друзья, так и должно быть, потому что рано или поздно наша технология, как и интернет, распространится по всему миру. И сейчас моя личная задача отработать адресные проекты именно по Российской Федерации, очень сильно мне помогает команда, несмотря на то, что естественно люди некоторые только вошли в проект, именно и это кстати будет точкой входа для определенных лиц, то есть именно через адресные проекты, те люди, которые в ваших регионах не замечали Skyway, они заметят, потому что своя рубашка ближе к телу, согласитесь, и соответственно тот проект, который применяется конкретно в вашем регионе, от локального он будет переходить к глобальному, то есть к инвестированию экотехнопарка. Это первоочередная задача и при формировании адресных проектов мы должны и обязаны об этом помнить, потому что адресные проекты, первые сяди и первые этапы проектно-изыскательной работы и так далее, это будет именно взятие денег в проект и ни рубля, ни доллара мы, к сожалению, на этом этапе не сможем переслать научно-производственное конструкторское предприятие, потому что это как раз затраты проектировщика, и соответственно все эти затраты в любом случае несли бы в том числе местные организации, также научно-производственное конструкторское предприятие Анатолия Эдуардовича Ницкого мы проконсультировались и посовещали, что действительно местных в любом случае привлекали. То есть те, кто желает инициировать адресные проекты, давайте помнить о том, что у нас первое должно быть в регионе развитие по структуре, то есть адресные проекты в идеале он должен находиться на самоокупаемости региона. Второе это естественно должны быть лоббирующие силы либо знакомство во властях либо выход именно такой спонтанный быстрый как пример проведения выставки транспортно-логистического форума в Челябинске. И третье очень важно должен быть стабильный рост и стабильное финансирование как адресного проекта так и экотехнопарка. Это две абсолютно нераздельные вещи идеологически логически нам следует всем с вами доносить в наших с вами регионах что параллельно с финансированием адресного проекта нужно также финансировать экотехнопарк потому что это абсолютно связанные и нераздельные вещи. Ну собственно вот такой краткий экскурс действительно работа кипит полным ходом то есть можно сказать что уже загруженность только растет и я рад и счастлив что команда у нас именно в продвижении адресного проекта инициативная группа сложилась обязательно те кто планирует продвигать адресные проекты формируйте инициативную группу не жалейте именно каких-то будущих прибылей не делите шкуру неубитого медведя потому что только в синергии только взаимодействии как в целом векторе компании так и в командах в регионах мы сможем добиться общей цели именно строительства и создания технологии нового поколения транспорта второго уровня благодарю за внимание с вами Алексей Сходов Сергей Анатольевич передаю вам слово спасибо Алексей видите действительно я тоже с удовольствием Алексеев слушаю то есть разъедет работа идет действительно когда идет отчет уже о практической работе что сегодня работали там строили здесь о возможностях и о талантах ребят что Армонда что Алексея что Ольги что Тяной что еще Андрея у нас тоже был такой очень забавный случай мы когда 25 октября у нас конференция была в мэрии Москвы а потом была определенная встреча такой неформальная встреча а-ля фуршет такой в Измайлово надо было ехать на машине я с ребятами поехал на своей машине Ольга Алексей Антон Доварович с Андреем Ховратом поехали ну так получилось так что вызвали такси и он поехал такси так вот они пока ехали на такси Андрей просто с точки зрения не тратить время и с точки зрения мастер-класса просто подписал и в конце поездки таксист подписался и купил пакет на 150 долларов то есть не ему заплатили за поездку он купил на 150 долларов то есть это вот друзья о том показывают как работает где работает и вот все наши ребята начинают Андрей Ховратов как руководитель и Алексей и Виктор и Арман все работают постоянно круглосуточно и как вы видите уже выходят на результаты о том что можно за 29 секунд еще и премьер-министра и министра туризма и так далее и так далее то есть это говорит о том что друзья работа идет активно все движется активно развивается и результаты они сами придут если работать вот здесь вот как раз друзья критическое такое замечание критический вопрос что мерилом всего является практика если друзья мы делаем если друзья мы ставим цели и ставим задачи достичь то мы это достигаем если пустые разговоры если разговоры ни о чем или желание так сказать что-либо за тебя кто-то другое сделал то это друзья конечно то сообщество потому что мы как раз и отличаемся от очень многих сборищ людей от очень многих организаций которые собираются это о том что мы друзья делаем и делать должны все более и более профессионально более и более интенсивно потому что задачи которые стоят нам некогда сегодня раскачиваться нам некогда сегодня то есть нету времени отсутствия времени на то чтобы решать какие-то вопросы и дискутировать на эту тему нам надо чётко решать задачи которые перед нами стоят нам надо чтобы развивалось конструкторское бюро чтобы всё более и более интенсивно шло строительство полигона для того, чтобы создавать доказательную, испытательную и базу для сертификации, для того, чтобы уже переходить к адресным проектам. И сейчас сроки, которые есть по юнибайкам, то есть вот вы видите двухместный модуль, именно спортивно-туристический. Почему спортивный? Потому что он электротяга, но при этом запитывает от велосипедного привода, и на нем можно ехать как на аккумуляторе, так и при этом крутить педали и заниматься спортом, фитнесом. Но при этом, друзья, этот модуль, чтобы было понятно, это 100 км в час. То есть это довольно-таки скоростная система, скоростная машина, которая движется со скоростью 100 км в час, причем абсолютно безопасно, потому что поднята на землю, она ни с кем не может столкнуться, потому что автоматика управляет, и при этом это экологично, потому что не сжигает топливо. Я вчера ездил на встречу с крупным фондом, с этими инвесторами, и я могу сказать, мне 24 км до Москвы, я полтора часа ехал в одну сторону, то есть я три часа потратил на работу для того, чтобы проехать 25 км в одну сторону, 25 км в другую. При этом я сжег за эти три часа, наверное, порядка 20 лимитров бензина на своей машине, и я могу сказать, чтобы я с большим удовольствием вот на таком юнибайке, крутя педали, абсолютно в комфортных условиях съездил бы навстречу и вернулся обратно, при этом бы еще и позанимался спортом. И если кто с этим не согласен, или кто будет говорить, что лучше он будет сжигать по 10 литров бензина, то я могу сказать, что это бред. То есть я не то, что бензин бы лучше экономил и не выбрасывал его в атмосферу, а я бы еще и спортом позанимался, при том, что дышать в таком модуле будет чистым кислородом, ну имеется в виду обогащенным кислородом, то есть через фитнес-систему, которая очищает воздух. Поэтому я думаю, что, друзья, противников у такой системы, во всяком случае, сегодня не так много. И когда мы это показываем и делаем, вот Арманд сейчас готовит презентацию в Амстердаме, Алексей в ближайшее время полетит все это презентовать в Париж. Я думаю, что это очень сегодня востребованы, очень нужные вещи. Что самое главное, что понимают все городские власти, что строительство такой простой системы не требует сегодня изменения инфраструктуры, то есть расширения дорог, изменения улиц, перекрытия движений. То есть это сегодня самое страшное в строительстве, в городском строительстве. Это давление на сегодняшнюю инфраструктуру. Это концепция, она всего этого не предполагает, а наоборот разгружает, облегчает, помогает и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, друзья, какие сегодня основные цели и задачи, которые мы ставим? Что вводим и новым дисконтом, и с фиксацией дисконта, который будет венчурной премией, и запуск адресных проектов, друзья, мы полностью сегодня и личный кабинет, и создание потребительского общества по Евразии, который еще будет сопрягаться с программой о гектаре земли, и те целевые программы, то есть каждый адресный проект, это целевая программа в рамках потребительского общества, которую мы сегодня запускаем. Друзья, мы сегодня все создаем более расширенную и более понятную систему, которая реализует проект, и на сегодняшний момент мы призываем к тому, что мы должны все сегодня сконцентрироваться и собраться по поводу того, чтобы лично поддерживать проект, потому что это крайне важно, и мы вводим такое понятие, как ответственный сегодня партнер, ответственный инвестор, потому что все директора, все активные наши участники, они лично должны работать в этой системе. Вот, соответственно, то, что мы сегодня делаем и говорим, несите эту информацию и показывайте о том, что мы с вами делаем, и сегодня, наверное, мы уже перешагнули ту грань, когда можно стесняться или говорить, или о том, что нас сравнивают с каким-то хайпом, пирамидой, еще не важно кем. Друзья, сейчас уже есть что показать, есть четко, чем сказать, друзья, ни один хайп это делать не будет, ни одна пирамида это делать не будет, глупости, потому что наша регионная комиссия, а мы это призываем любого, кто может приехать, естественно, по согласованию, конструкторское бюро, и увидеть, и посмотреть, и финансовые отчеты, и так далее, и так далее. Это очень много вопросов по тем затратам, которые сегодня происходят. Я могу сказать, что эти затраты намного превосходят сегодня те возможности и те оплаты, которые делает сегодня именно наша группа и наша компания Skyway Invest Group. Очень много работа сегодня выполняется авансом конструкторской группой, потому что, естественно, что есть четкое понимание и представление о том, что эта работа будет оплачена инвесторами, которые придут на более поздней стадии. Поэтому, друзья, я могу сказать, что на сегодняшний момент у нас полная открытость, у нас полная доказательная база, и у нас полное сегодня понимание тех целей, которых мы ставим, и те цели, которые мы сегодня достигаем. Поэтому, друзья, по следующему вебинару мы сконцентрируемся еще по земле, потому что это мощнейшая программа, которую мы инициировали, которую мы запустили. Мы уже собирали заявки и ждали, как вы уже помните, именно решение правительства по принятию закона. Сегодня этот процесс пошел, и та синергия, которую мы сегодня дадим в этот проект именно по земле, о использовании как инвестиционного ресурса и те возможности, которые сегодня нам даст этот проект, я думаю, что ни разработчики, ни те, кто инициировал, они даже не догадываются о том эффекте, который даст проект по гектару земли, который будет наложен на проект SkyWay. Поэтому те, кто первый раз об этом слышит, или те, кто уже был, естественно, мы на следующий вебинар вам покажем всю схематику, покажем юридическую базу, и, естественно, что вся эта работа будет делаться через потребительское общество Евразии. Это инструмент, который сегодня абсолютно открывает нам все возможности по этой работе, абсолютно делает легальную и легитимную сегодня всю законодательную и налоговую базу, которую мы сегодня делаем, и в рамках которой мы сегодня работаем. И самое главное, он абсолютно технологически дает возможности сегодня работать всем конструкторам, конструкторскому бюро, всем нам партнерам, всем компаниям, которые будут заниматься целевыми и адресными проектами. Все это как раз делается и запускается в рамках потребительского общества, потому что то законодательство, которое идет по требованию операции потребительского общества, оно, конечно, намного интереснее и, если говорить языком, более справедливое, чем акционерное законодательство, которое ориентировано на получение прибыли для акционеров. Здесь, с точки зрения пайщиков и потребительского общества, это, конечно, несколько другое целеполагание и другое исполнение, которое мы сегодня будем делать. Мы подготовили всю юридическую базу. Дмитрий Счастливый, которого сглавляет потребительское общество, он очень квалифицированный и профессиональный юрист. Вообще команда, которая сегодня собралась, работает она крайне эффективна, она крайне профессиональна, и те задачи, которые сегодня мы перед собой ставим, они однозначно нами... Так, значит, инвестфонд скоро перейдет в ПО Евразии. Это Виталий спрашивает. Не совсем так, переход никакой не требуется, просто надо будет зарегистрироваться там, вся система останется в Skyway Invest Group. Просто Skyway Invest Group – это одна из целевых программ, это фонд целевых инвестирований, который идет в проект Skyway. Поэтому никаких здесь нет ни противоречий, ни, тем более, изменений системы. Просто, я говорю, мы запускаем еще целый ряд адресных проектов, целевых программ потребительского общества, которые будут именно уже с применением технологий. Поэтому останется и фонд прямых инвестиций Skyway Invest Group, и еще раз ширятся возможности, которые предоставит потребительское общество. Плюс, как же быть белорусом с ПО Евразии? Значит, с точки зрения включения, с точки зрения становиться пальщиками, никаких ограничений, проблем нет. Единственное, что мы будем решать, это вопрос по получению гектара земли. Потому что на сегодняшний момент законодатель чет ограничил, что граждане России не могут становиться владельцами, сначала распорядителями, управленцами, а потом владельцами этой земли. Я думаю, что для союзного государства Беларуси это будет решено в ближайшее время. Ну, а как я уже говорил, мы ставим задачи перед собой, чтобы любой желающий, любой, кто хочет подключиться к этой программе, верит целям и задачам, является участником потребительского общества, может рассчитывать на эту программу. Я думаю, что в течение 2016 года мы эту проблему решим, и она имеет перед собой пути решения, которые мы будем предлагать. Вот, поэтому, друзья, слона будем есть по частям, не так быстро, но пока для иностранцев законодатель вот то, что таких прав не дает. Но я думаю, не то, что думаю, друзья, я абсолютно уверен, и мы сделаем и решим этот вопрос, что любой, кто бы ни находился, в какой части света или в какой стране, если он поддерживает, если он является участником, партнером и, соответственно, активным двигателем SkyWay и Transnet, я думаю, что через ПО Евразии мы эти вопросы решим. Вот, ну что, друзья, я думаю, что у нас сегодня даже не хочется возвращаться к вопросам, связанным с терактами в Париже, в России, в Беруте, в Египте, то, что сегодня идет, то есть вот с этой войной. И тем более, друзья, обсуждать сегодня приватизационную политику под кабинетом, то есть то, что они хотят продать до конца года. Давайте мы это оставим все на следующий раз, потому что сегодня мы все должны быть нацелены и настроены на развитие проекта. И я всегда говорил и буду говорить о том, что да, внешняя ситуация, внешняя конъюнктура очень сложная. Мы живем в сложное время. Вспомните, как мы с вами начинали вебинары и обсуждали ситуацию на Майдане, когда еще только-только появился Майдан, и мы с вами прогнозировали и строили возможные сценарии, которые есть. И, к сожалению, очень многое сегодня совпадает. Вы вспомните, как год назад мы обсуждали варианты с развитием цены на нефть, когда я вам четко показывал, прогнозировал, что к концу года цена на нефть будет в два раза ниже, а сегодня она более чем в два раза ниже. И, соответственно, что будет тоже это все сегодня, к сожалению, избывается и делается. Поэтому здесь, друзья, это элементарный анализ, это то, чем мы с вами занимаемся. И еще раз повторюсь, скажу, что если бы у нас с вами не было Skyway, если бы мы не участвовали в развитии этого проекта, то я могу сказать, что на многие вещи я бы смотрел совсем по-другому. Сегодня, да, сложности есть. Сегодня, да, нас ожидают очень сложные времена. Но, друзья, мы с вами знаем, что делать. И благодаря этой работе у нас есть все возможности изменить ситуацию, все возможности преодолеть. А лично у нас с вами вопросы, это еще и связано с тем, что это и серьезный бизнес, это и серьезные премии. И мы все делаем для того, чтобы это стало реальной доходностью, это чтобы изменило ситуацию каждого из вас, семьи, ваших детей, внуков. Поэтому это тоже, друзья, работа, которую мы сегодня делаем. И это нельзя рассматривать одного без другого. То есть мы не можем с вами рассказывать только о тех прибылях, выгодах, которые вы получите, приобретая обязательства Skyway, или о том, что вы там все станете миллионерами, миллиардерами при развитии. Это, друзья, все комплексный вопрос, который заточен только на то, что изменение общей ситуации, запуск проекта, развитие десятков и сотен адресных проектов, создание команд, которые будут это продвигать, капитализации и дивиденды, которые это будут давать, все в комплексе, говорит, да, это будет приводить к тем результатам, о которых мы сегодня говорим. Что-либо в отдельности, друзья, это, конечно, вырванный из контекста, и меня тоже сейчас очень много пытаются и обвинять, и предъявлять претензии по определенным счетам, когда пытаются вырвать из общего контекста какую-то одну фразу или какое-то одно предложение, а тем более интерпелировать какие-то высказывания. Поэтому, друзья, здесь можно сказать одно. Приходите, изучайте, смотрите. Действительно, сегодня те возможности, которые есть, они бывают очень редко. А в жизни каждого человека, наверное, это уникальные возможности. Так же, как у кого-то были возможности инвестировать в Apple, в Microsoft, в Facebook, еще ряд компаний, которые дали взрывной рост и капитализацию. Точно так же сегодня смена технологических укладов и то, что мы сегодня пытаемся сделать это возможным для сотен тысяч, а мы перед собой ставим возможность миллионов людей, которые будут первичными акционерами, которые будут совладельцами технологий. Это как раз, друзья, о том, что мы жизнь этих людей меняем. А то, что это касается каждого, то, что не будут гибнуть десятки и сотни миллионов людей на дорогах под колесами и в автокатастрофах, это, друзья, следующая задача, которую мы решаем. Ну и, конечно, увеличение ВВП в 10 раз, это тоже, наверное, каждого из нас коснется, потому что это как побочный экономический эффект той работы, которую мы сегодня с вами делаем. Ну все, друзья, на этом я благодарю, что вы с нами, я благодарю, что вы работаете в Skyway, вы продвигаете этот проект, вы стали участниками этого крупного, я бы сказал, грандиозного проекта. И то, что мы с вами сегодня делаем, это действительно очень важно и помимо материальных, это еще и дает очень серьезное такие моральные удовлетворения о том, что действительно мы приобщаемся и делаем очень серьезное и большое дело. Значит, сейчас я сразу делаю анонс, то, что Алексей меня попросил. У него на 10 минут это его выступление на экологическом форуме, поэтому, друзья, для кого это интересно, для кого получить опыт, посмотреть, ну и просто еще раз увидеть, как Алексей ведет встречи и как видите, то есть я рекомендую остаться, посмотреть, ну а по всеми остальными, друзья, прощаюсь до следующей среды, как всегда, в 13.00 и в 20.00. Я считаю, что война войной, а вебинар Skyway должен быть всегда по расписанию, потому что мы свое дело знаем, мы свои цели и задачи знаем и мы обязательно, друзья, к ним придем. Всего доброго, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok